Как бы не хотелось Алексею Ивановичу сидеть дома у тёплой печки, но надо было идти в лес. Алексей Иванович приехал сюда, когда вышел на пенсию. Вернулся, так сказать, на родину. Он сразу решил устроиться на подработку. Его с радостью взяли на должность лесника. Ну, во-первых, потому что он местный, родной. А во-вторых, потому что давно не было здесь порядочного лесника. Да вообще никакого, уже лет десять не было. Так и работал Алексей Иванович, исправно и честно. Зимой в деревне в домике, который прикупил для себя. А летом перебирался в сторожку, которую выделило лесничество. Подальше от людей, от дачников и шумной молодёжи. А в этом году приключилась у него неприятность. Печка дома разрушилась. Сам виноват, конечно, не досмотрел. Всё оттягивал с ремонтом. Ну, вот и результат. Решил старик на эту зиму остаться в сторожке. Собрал вещи, да и перебрался в свою уединённую обитель. Оттуда и на обход идти поближе. Да и опять-таки, тишина и спокойствие. Алексей Иванович уже подготовился к Новому году, нарядил ёлочку, украсил стены снежинками. И всё бы хорошо, да вот только уже третью ночь подряд неподалёку один волк не переставал выть. Как стемнеет, он начинает голосить до самого рассвета. А сегодня и днём завыл. Старик тревожился. Уж не случилось ли чего, в лесу всякое бывает. Звери, конечно, не в его полномочиях, ими егерь должен заниматься. Но его нет уже давно в лесничестве. Ещё дольше, чем лесника не было. Старик оделся и отправился смотреть, что там с волком приключилось. Вышел из домика, прислушался, определил направление и пошагал в ту сторону. Ради осторожности лесник скинул своё ружьё и стал подходить к волку. Тот сидел между деревьев и выл, задирая голову. Казалось, что он не замечает ничего вокруг. Подойдя совсем близко, Алексей Иванович заприметил, что перед волком что-то лежит. Может, мешок необычной расцветки, может, рюкзак походный. На самом деле только на первый взгляд казалось, что волк не замечает ничего вокруг. Когда мужчина приблизился, волк отошёл немного в сторону, словно уступал место человеку. Может, он именно человека и подзывал на помощь. Волки довольно умные и сообразительные животные. Приблизившись, но на всякий случай держа ружьё на готове, старик открыл рот от увиденного. Тяжело вздымая бока, на снегу лежала тигрица. Надо заметить, что в тех краях водилось много разного зверя, но не тигры. Алексей Иванович и представить не мог, что ему доведётся встретить тигра вне стен зоопарка. Было страшно, но и любопытно одновременно. А ещё лесник понимал, что не просто так тут волк воет. Да и судя по тому, как кошка не пошевелилась при появлении человека, случилось что-то страшное. Приблизившись и попытавшись осмотреть тигра, старик понял, в чём дело. Тигрица была беременна. Она должна была родить с минуты на минуту. Но почему именно здесь? Где её логово? Расчистив снег, мужчина понял, в чём суть проблемы. Тигрица была прикована огромным капканом. Лесник схватился за голову. Это его упущение, ведь сколько раз он проходил мимо этого места, как же мог не заметить. Какой же изверг поставил здесь своё дьявольское устройство? Впрочем, сейчас было не до размышлений. Надо было срочно что-то делать. Вдруг, прямо на его глазах, тигрица резко выдохнула, и бока перестали вздыматься. Глаза остекленели, и она скончалась. Алексей Иванович уселся прямо в снег. Слёзы душили старика. Вот он, дурак бесчувственный. Ведь целых три ночи волк призывал кого-нибудь на помощь, а он всё слушал и не обращал внимания. Вдруг из-за кустов показалась ещё одна волчья морда, а потом и с другой стороны. И тут старик понял. Его на помощь призывал волк. Он звал стаю. Наткнувшись на ослабленную тигрицу, волк решил созвать родню на пиршество. Вновь прибывшие волки уже не были так миролюбивы, как первый. Волки скулили и рычали, давая понять, что это их добыча. И вдруг Алексей Иванович заметил, что у тигрицы вздымается один бок. Она явно не дышала. Она была мертва. Но внутри неё ещё теплилась жизнь. Там был тигрёнок. Недолго думая, Алексей Иванович вскинул ружьё и выстрелил в воздух. Стая бросилась в рассыпную, а лесник, недолго думая, достал свой нож. Двое маленьких тигрят лежали в корзинке возле печки. Теперь у старика прибавилась забот. Зато будет с кем встретить Новый год. Когда наступила весна, Алексей Иванович вернулся на то место, где обнаружил умирающую тигрицу. Конечно, санитары леса сделали своё дело, но капкан остался. Именно его и рассчитывал найти лесник. Капкан был старого образца. Внимательно осмотрев ловушку, лесник заметил на капкане выбитый номер. Раньше таким изделием присваивали номер, как винтовкам или ружьям. Старик повесил капкан за домом и всё размышлял, как бы выяснить, чей он. А когда выяснит, что предъявить владельцу, любой скажет, что потерял или, может, у него украли тот капкан. Лесник радовался своим питомцам, но понимал, что тигрята такие пока не подрастут, а как станут взрослыми хищниками, уже не поиграешь с ними. Была у них одна особенность, всякий раз, как им попадался на глаза капкан. Они рычали и щетинились, словно чувствовали, что этот предмет лишил их матери, а точнее владелец этого жуткого устройства. Конечно, земля слухами полнится. Старик хоть и жил в сторожке, с тех пор, как тигрят приютил, но в деревне узнали, что у него не совсем обычные питомцы завелись. Слухи дошли и до председателя правления, не очень хорошего человека. Лесник не любил его. Было во взгляде председателя что-то неприятное. Поговаривали, что он сидел еще в молодости за взятку или хищение, а потом как-то пристроился к власти. Стал председатель выпрашивать старика отдать ему тигрят. Говорил, что они на черном рынке огромных денег стоят. Предлагал выручку пополам поделить. Но Алексей Иванович и слушать не хотел. Однажды к нему в сторожку пришли гости незваные, но не сказали от кого. Но это и так было понятно, что от председателя. Эти уголовники стали угрожать, что сожгут дом вместе с хозяином, если не отдаст тигрят. Не хотел за деньги, значит сейчас бесплатно отдаст своих питомцев. Только не учли бандиты, что тигрята были уже размером с теленка. Слухи слухами, а вживую их никто не видел. Они думали, что там котята, которых можно в корзинку посадить. Тигрята у старика просто по территории ходили, без привязи и вольеров, и тут они подошли к дому. Ох и крику было, едва ноги унесли посланники доброго председателя, а в тигрятах словно охотничий инстинкт проснулся. Долго еще гнали они непрошенных гостей по лесу. Почувствовав силу и волю, тигрята стали все чаще пропадать в лесу. Родной дом, тайга, никуда от нее не денешься. А вскоре странный случай произошел. Пока председателя правления не было дома, забрался кто-то во двор к нему. Разгромили все, а главное тихо так, никто ничего не слышал. Специалисты сказали, что в доме орудовал не человек, а дикий зверь, и возможно не один. А еще чуть позже Алексею Ивановичу представился случай пробить капкан по номеру. Оказалось, что владелец капкана тот самый председатель. Тигры вычислили его по запаху и отомстили за погибшую мать. Так и не оправившись от потери своего нечестно нажитого имущества, председатель уехал из этих мест. Больше полосатых близнецов никто не видел. Набеги на деревенские хозяйства они не совершали. Лесник теперь уже все реже выходил с обходами. Здоровье было не то, но как появлялся в лесу, то обязательно натыкался на полосатые морды, наблюдавшие за своим спасителем из кустов. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok